Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я и зовут меня Юлия. Я выкрыла специально вот прям часть времени для того, чтобы отписаться, отчитаться, а затем взяться снова за свои дела-делишки. Итак, отчёт о проделанной работе. Значит, по приезду моему я в первую очередь, когда приехала, сначала прошла и всё полила. То есть у меня было уже всё в подсушенном состоянии. Дочери так и сказала, пока ничего не трогай, я приеду и всё пролью. То есть вот 12-го числа с поезда я разделась, умылась и побежала бегом к своим растениям. В принципе, где-то что-то было и не очень хорошо, где-то было очень хорошо, где-то было и совсем плохо, но об этом я вам уже рассказывала в предыдущих видео. В общем, всё полить пролила и успокоилась. На следующий день я, естественно, что села прямиком за очеренкование. И, в общем-то, первый день я просидела с утра и до вечера, вставала только покушать на обед. Второй день я просидела с утра и до вечера, вставала только на покушать. И третий день тоже немножко осталось у меня. В общем, я добила. Добила все свои маточники, зачеренковала всё, что подвергалось черенкованию. Это раз. Во-вторых, провела ревизию в калибраху, то есть говорила вам, что выкинула часть, по непонятной мне причине не прижилось, подсохло и так далее. Дальше пересмотрела маточники все, свою калибраху, тоже часть выкинула, потому что смысл их держать, не вижу в этом смысла. Оставила такие более-менее хорошенькие, красивые, мне их хватит. Далее у меня получилось почему-то пересортиться в расцветке изи. У меня почему-то блю, оказалась белая расцветка. И вот я подозрительное оставила вот сейчас доцветать, то есть очень много у меня белых оказалось маточников, ну то есть место убрала. Потом такие блеклую розовую расцветку её убрала, потому что трилоджи этой расцветки мне по кустистости понравилось больше. И вообще трилоджи я посмотрела, такая вот прям набитая шапочка. То есть я впервые взяла сорт трилоджи, ампельной петунии, и у меня, по-моему, она двух расцветок, сейчас скажу. Она посмотрела, и у меня трёх расцветок. Мне очень понравилась трилоджи парпл расцветка. Она мне напомнила лимба, знаете, с сеточкой такой. Затем трилоджи салман, шикарная расцветка. И у меня всего один кустик. Я его прям как можно больше обчеренковала, там даже вот, ну всё, что можно. В общем, обчеренковала. Так получилось, что вот, ну, одно семечко только у меня взошло. Очень красивая расцветка. И трилоджи пинг. Вот трилоджи пинг, как раз она такая, ну, простая, нейтральная такая розовая расцветка. Как правило, такие, знаете, уже проходят мимо расцветки. То есть вот, ну, как бы вот, ну, уже не удивишь такой расцветкой. И вот как раз одна из расцветок изи, новинок, вот такого же цвета. И трилоджи, если она такая прям набитая-набитая шапочка, то вот изи, я смотрю, она как бы заполковалась, то есть подвытянулась. Я решила нафиг выкину, даже себе не стала оставлять, потому что хватит мне и других сортов и расцветок. В общем, выкинула прям вот не жалеючи. Хотя при этом пересмотрела корневую систему. Хочу сказать, что за это время корешочки хорошие наросли, прям такие белые, здоровые. Меня это очень радует, не коричневые, не больные. То есть корневая система у питуньи на данный момент развита вообще отлично. То есть вот сейчас вот именно, что если выгонять вегетативную массу, то черенков еще можно снять уйму. Но вы знаете, вот то, чего я сколько уже черенковала, я посчитала, мне кажется, даже мне этого будет достаточно. Сейчас, конечно, не буду загадывать, как получится, пройдет зачеренкование, сколько выпадов будет. На это же тоже нужно рассчитывать. Но я предполагаю, что, быть может, мне придется еще один раз снять черенки. Но и этого будет за глаза. Дальше вегетативную питунью тоже перечеренковала. Какая питунья зацветала, расцветки все потрясающие. Все красивые, яркие, не плывут. То есть все-таки моя уже опытность меня не подвела. Оставила я полностью здоровые растения. Все, которые вызывали подозрения, я также выкинула. Ничего не оставляла. Какие-то засохшие тоже выкинула. В общем, провела ревизию. Оставила только здоровые, полноценные, красивые, яркие растения. Кстати, даже вот смотрите, калибраху выкидывала. Посмотрела тоже на корневую систему. Хорошая корневая система. Не коричневая, не загнившая. Хорошо разветвленная. То есть вот как-то подход я к ней нашла. Но вот единственное страдание у калибраху в зимний период, это вот она лысеет. Ну как бы вот деревенеет, как говорится. То есть ей бы дать больший объем, солнышко, нужную влажность. И она бы тогда вот как бы раскустилась. Но так как она все-таки в определенных условиях не по ее душе находится, она тоже капризничает. Но корневая система у калибраху меня порадовала. Сейчас вот давайте открою и покажу вам, как у меня выглядит мой череночник. Вот так вот я все заапаковала, чтобы там было тепло. Ушла я опять вот от этих вот контейнеров. То есть первое, да, черенкование я, помните, в пластиковые контейнеры составляла плошки, сверху клеенкой все-таки нет. Вот мне удобнее вот такой способ. То есть вот моя эта плошечка, да, я ее подписала. Сюда череночки зачеренковала, все опрыскала и сверху бахилкой накрыла. Каждый день, вот я вчера проветривала, опрыскивала, бахилку обтирала сырой стороной наизнанку. Вот так вот давала подышать и снова накрывала. Кстати говоря, черенки я как распределяла по плошке. То есть те, которые промежуточные, у меня вот с одной стороны, а те, которые краешки, у меня с другой стороны. Поэтому видите, какое отличие. Вот здесь такие маленькие эти, такие вот миниатюрные, они краешки, а эти промежуточки, они уже такие более, ну, рослые. Это серия Wave Purple, ампельная питунья, плети у нее уже к моменту моего приезда так подросли, поэтому промежуточных черенков у меня здесь намного больше. Не стала ничего выкидывать, посмотрю, как будет все черенковаться. Пока на данный момент корешков нет, но еще и рано, вот этим плошечкам третий день всего. Все, давайте вот откроем, плошечку покажу, пример какой, как у меня выглядят черенки. И вот здесь вот, смотрите, так, здесь вот у меня как раз три лоджи, серия ампельная зачеренкована. Вот смотрите, видно, что листочек немножко как бы так подвял, то есть нужно в таком случае обязательно опрыскивать. Я вот как раз этим займусь после того, как отпишусь, да, закончу с видео. А так, в принципе, все хорошо. Здесь у меня не все, что не поместилось, убрала на другую полочку. Ну, в общем-то, вот таким вот образом у меня находится мой череночник. Давайте пройдемся по маточным череночкам. В принципе, вот повторюсь, смотрите, изи я оставила, которая вот у меня вызывала сомнения. То есть я не могла понять, что это за сорт. Ну и вот видите, опять же белая и распустилась. То есть вот я его сейчас удалю. Вот тут несколько у меня, даже я их не снимала с них черенки, несколько сортов. Дождусь сначала вот расцветку, тоже видите, вот эта розовая, вот она вот эта вот вылетает, гадина. Розовая расцветка, скорее всего, тоже пойдет у меня на выброс. Не буду сохранять, но смысл, зачем мне тратить удобрение, время и свет на эти кустики. Остальные, в принципе, после стрижки все хорошо. Заново начали обрастать. Я, скорее всего, вот эти вот маточники сделаю, тогда, когда пойду в теплицу, сделаю им перевалку для образцов в 5-литровые кашпо, а остальные в 3-литровые технические кашпо, для того, чтобы предлагать уже такие подрощенные растения. Видно, что вот после стрижечки уже заново начинают обрастать кашпошки. Все симпатичные становятся, конечно же, все хотят свисти. В нижний ряд я, между прочим, вам говорила, что, да, мне не нравится, как здесь развиваются растения. Я добавила все-таки сюда, посмотрите, вот лампу от мини-фермера по одной штуке, значит, здесь длинную, и там точно так же сделала. И, конечно же, сразу же небо и земля, даже цвет у растений стал другой. То есть вот они у меня и обрастать начали, посмотрите, как кустится, черенков здесь можно снять, мать муще. Ну, и, конечно же, это все еще зависит от сорта, но все равно даже вот листик стал совершенно другой. Петхуашку я даже смогла настричь, я прям довольна, довольна, довольна. Вот висту не черенковала, что-то у меня еще до нее рука не дошла, но надо уже тоже ее обстричь и начеренковать. Конечно же, у меня переодеться в свое садовничество, огородническое одеяние и продолжать дальше. Дальше впереди пикировка, пикировка и еще распикировка. Нужно распикировать растения, которые взошли, цветы. Затем приступить к посеву еще семян, которые я не посадила. У меня их очень много. К мартовскому посеву еще нужно приступить. Смотрю, где-то у меня была пачка с семенами, куда-то задевала опять вот с этими вечными перестановками. В общем, найду. В следующем видео будем с вами сеять вместе. Еще хотела показать, вот принесла, раскрыла эустомку, которую я прищипывала. Помните, да, говорила, что остальные кустики тоже прищипнула и прищипнула ту эустому, которую я уже рассадила. Так вот, вы посмотрите, какая уже здесь красота. Вот вам показываю и сегодня ее рассажу. В общем, конечно, я очень довольна тем, что эустома так легко и просто черенкуется. Это, конечно, ну вообще, то есть вырастить одно растение, его прищипнуть и получить второе. Точно так же можно это растение прищипнуть, зачеренковать и получить третье. Даже из одного семечка, да, можно получить три растения, которые у вас, в принципе, будут радовать вас цветением на продолжении, на протяжении долгого времени. То есть сначала вас будет радовать цветением первый кустик, затем второй кустик, затем третий кустик. Не обязательно, чтобы это было цветение одновременно. Пускай это будет, да, продлиться радость, но посмотрите, какие хорошенькие сеянцы. Я прям, ну очень рада, очень рада, очень рада. Вообще, отлично. Даже вот это вот можно снова прищипнуть и также вот вермикулите поставить, черенковать. Это, конечно, круто. Вот нужно, можно уже рассаживать, потому что, вон, посмотрите, какие корешочки закручиваются, виднеются. В общем, вот так вот. Опыт я вам рассказывала, показывала. Вот можно все сделать. Просто-напросто нужно желание. Просто-напросто нужно желание, да. Все, сегодня рассажу тоже по стаканчикам и уже пусть живут в грунте. Потому что видно, что начинается хлороз, не хватает питания. Здесь же, ну, пустой вермикулит, поэтому нужно обязательно уже подкармливать. Подкармливать ее в стомку, чтобы был хороший, здоровый цвет. Эти череночки, которые вот у меня укоренятся, сначала распикирую в 200-миллилитровые стаканчики, а потом, как обычно, буду пикировать в пол-литровые пакеты. То есть, ампельную питунью я всю всегда пикирую в пол-литровые пакеты. Это уже не первый год. Меня, в принципе, все устраивает, мне нравится. Вот получила посылку с пакетами. Вернее, посылка-то мне не с пакетами пришла, а с кашпо. И я еще там как раз вот увидела, что есть пакеты, заказала себе партию пакетов. Вот, такие вот хорошенькие стаканчики будут. Пакеты-то, в принципе, не проблема, можно везде заказать. Я вам уже сто раз говорила, где. Но я к тому, что черенки куда буду рассаживать. Ну что же, вот, все-таки сегодня с вами поразговаривала, сделала отчет о проделанной работе. Впереди еще много очень работы. Нужно уже снимать в процессе. Но поверьте мне, какое у меня было состояние. То есть, это просто встающая голова с утра, бегом-бегом сюда. И, в общем-то, было не до камеры. Мне хотелось все сделать и уже выдохнуть. Потому что время, 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 время. Впереди весна, уже середина марта, у меня еще и вообще ничего. А уже заказы-то поступают. То есть, вот уже ежедневник приготовлен, уже первый клиент приходил. Я уже записывала, что ему важно, нужно и что клиент желает. Поэтому, конечно же, работать нужно. Отдохнула и хватит. Буду заканчивать это видео. Огромное вам спасибо за внимание. Благодарю вас за комментарии, за добрые слова, за подсказки, за советы, за критику. За это, как всегда, я вам очень благодарна. Всем желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой. Всего вам доброго. До новых встреч и до новых видео. Пока-пока. Пока-пока.